Утро ТВ На самом деле чемпионат все еще продолжается, это только четвертый этап был из семи. Наша команда Урал-Ралли на этом этапе заняла первое место. Это уже третья победа из четырех этапов. Ну, в общем, боремся за звание чемпионов. То есть прямо с такой перспективы очень серьезно. Ну, мы сейчас перед собой самые высокие цели ставим. Вы вот так же приехали в костюме к нам и привезли с собой шлем. Мы его не снимаем. Всегда мы все. Скажите, его можно в руки взять? Ну, то есть нет никакой приметы. Ну, что, да. Нет. Как бы лично я там, как гонщик, я не суверен. Отлично. Можно, пожалуйста, посмотреть? Вот я хотел даже не посмотреть, а примерить. Да, ты что, давай. Да. Смотри, то есть это вот какая-то особенная штука. Вот это что такое? Это защита шеи Ханса. Она защищает гонщика при фронтальных ударах, чтобы шея не вытягивалась. Ничего себе. Да. Она притягивается ремнями безопасности. Вот так. Так, а и как он сначала надевается? Это подшлемник, да? Это подшлемник, да. О, какой мягенький. Я сейчас буду очень... Он из негорючего материала? Из асбеста? Ну, почти. Это вот так? Саш, вот теперь ты прекрасен. Хорошо, я теперь каждое утро буду приходить на программу именно в таком виде. Отлично. Это через шею, да? Так, это вот таким образом вы мне показывали, да? И, собственно... Одеваем шлем. Позвольте помогу. Вы можете, как профессиональный пилот... Теперь вы настоящий штурман. Здорово. А, это штурман? Ну, это конкретно этот комплект к моему штурману. Ну, вот, я-то думал, что... Как профессиональный пилот, Саш, да дай спрошу. Да. Можете дать несколько рекомендаций по вождению транспортного средства? Ну, в первую очередь, это концентрация, постоянный контроль дороги, оценка ситуации, прогнозирование ее. Ну, и, наверное, главное сохранять спокойствие. Сложнее быть пилотом или штурманом? На самом деле, я считаю, что сложнее быть штурманом, потому что у пилота есть органы управления, а у штурмана есть только тетрадочка, он у нас такой заложник. Ему попросту страшнее. Ну, на самом деле, да. Дело в том, что очень сложно найти хорошего штурмана, потому что хороших пилотов намного больше. Я могу это сказать, как человек, который в ралли начинал именно штурманом, и могу сравнить вот эти две работы штурманом интереснее и сложнее. Я возвращаю. В смысле, а интереснее в каком смысле? То есть это больше ответственности или как-то больше подготовки? Ну, на самом деле, ответственность, как бы, она лежит, так скажем, в равных частях, потому что как ответственны и механики за свою работу, как пилот, так и штурман, да, потому что если штурман продиктует неправильно поворот, там, перескочит страничку, листочку, да, то есть пилоту будет очень сложно, скорее всего. Я перескочил листочку. А были какие-то курьезные случаи с вами во время выступлений? Перескакивали листочки? Ну, нет, я лично из листочки не перескакивал. У нас в последнее время интересные случаи связаны с животными, потому что, ну, в основном, как бы это же все за городом происходит. А что там? Вот буквально на последней гонке, на горном лине, на последнем спецучастке, у нас через 50 метров после старта на дорогу выбегает белка. Очень сложные погодные условия. Вот у нас есть даже видео этого. Это с видеорегистратора, да, или как это называется? Это наша англ-система, видеокамера. 150, правый 4, левый 3 узко. Невероятно. 200. Белки. Ага. Что с ней было? Нет, на самом деле все хорошо. Белка в последний момент с тракторией перескочила, причем, что, ну, я очень большой любитель животных, поэтому пришлось пожертвовать некоторым спортивным результатом, отпустить газ, начать отруливаться. Ой, как страшно, мне стало, у меня аж прибежали мурашки. На место белки себя поставили. Да нет, просто быстро очень ребята ехали. Ну, здорово. Нет, ну, вы так... То есть, а вот то, как штурман диктует, я вот сейчас просто обратил внимание, очень позитивный, очень такой... С улыбкой как-то весело. 150. От этого зависит, на самом деле, результат? На самом деле, кому-то просто нравится. Или бубу. Монотонная бубнежка, да, как бы. Ну, вот мне надо, чтобы все было весело. Зандорно, да. Расскажите, пожалуйста, Матвей, что подразумевают участники и болельщики ралли под термином «уши»? Что это значит? Под термином «уши» на самом деле подразумевается переворот автомобиля через крышу, что, к сожалению, нередко случается на наших гонках, да, ну, у нас достаточно серьезные меры безопасности. Ой-ой-ой! Давайте посмотрим. Ой! У-у-у! Опять? Это... На левый три. Фрагмент нашей гонки в Азбесте, когда буквально на ромном месте, из-за, так скажем, уже подтаявшей трассы, колесо соскакивает в снежную кашу, и просто чудом удается сохранить автомобиль. То есть не встать на уши. Ну, как-то вы привыкаете уже со временем, да, я так понимаю? Ну, то есть это становится нормой какой-то? Ну, на самом деле есть даже такое понятие, как... Безусловно, как бы специально это никто не хочет сделать, да. Но есть такое понятие, что гонщиком настоящим человек становится только вот реалистом. После вот этого. После ушей. Да. Причем, что у меня получилась такая интересная история, что я позвал своих родных показать, как бы, чем я занимаюсь. Когда я еще был штурманом, они проехали с нами все ознакомление, я им показал поворот, как бы, очень интересный, техничный поставил, и все. Ну, и, в общем, единственным экипажем, который сошел в этом повороте на этой гонке, были мы, мой пилот, меня там два раза перевернул через крышу на глазах у моих родственников, срубили дорожный знак, придорожное дерево, и улеглись в сугроб. Ну, как бы, смех смехом, а Tesla... То, что я услышал, когда я вылазил из машины, когда бежали мои родные и близкие. Ну, это сейчас смешно, да. Ну, в общем, здоровья, да, пусть у вас все будет в порядке, действительно, и большую удачу, и побед будем ждать. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в гостях был пилот Матвей Безруков. Прервемся на рекламу и вернемся в эту студию.